Всем привет! Это дорога на Белогорск. Поселок Поворотное Белогорского района. Сейчас мы будем форсировать речку. Маленькие поросята побежали. Вот это реально настоящая деревенская жизнь. Свинюшки. Вот настоящий колодец. Правда осовремененный, потому что к нему подведены насосы. Но выглядит он. Открываем. Заглядываем. До воды достаточно глубоко. Цель сегодняшней нашей прогулки является еще одна достопримечательность Крыма. Черемисовские водопады, которые находятся в Белогорском лесном хозяйстве. Мы к ним идем вдоль речки. Оставив машину в селе Поворотное, мы двигаемся вдоль речки Кучук-Карасу, в которую впадают Черемисовские водопады. По пути нашего следования мы подошли вот к такой рекреационной зоне, основанной всего год назад. Там впереди беседочки, которые сдаются. Нам дали телефончик. В общем, так облагорожено. И подсказали, что нужно двигаться по знакам бело-сине-белым, держась левее, ближе к речке, чтобы не пропустить цель нашего маршрута. Вот сама рекреационная зона. Такая полянка ухоженная. Отсюда, как нам подсказали, всего 1200 метров до водопадов. Очень хорошо. Но говорят, нужно бронировать заранее, потому что на празднике мест нет. Вот такой значок должен быть для ориентира. Он нанесен достаточно часто. Его видно. Такие интересные столбы. Ровненькие. Не знаю, что это такое, но интересно. Вот такое естественное препятствие нас ждет впереди. Нам снова придется форсировать речку. Но уже, так сказать, самостоятельно вброд. Кучу карасу. Природа и день сегодня замечательный. Макс преодолел. Теперь пойду я. Надеюсь, не утону. Форсировав речку несколько раз, наверное, 5 или 6, мы дошли вот до такого озерца. Пока, наверное, это не озерцо, но смотрится очень прикольно. Глубоко. Вода очень чистая. А вот и одна из целей нашего маршрута. Там вверху мост. По нему только что переходили люди. Мы тоже будем пробовать это сделать. И такой прекрасный вид. Вот другой вид. У каждого из этих водопадов есть свое название. Я их, к сожалению, не знаю. Потому что в интернет не ловят. Но мое предположение, что это водопад любви. И ванна любви. Здесь достаточно глубоко. Посмотрите, какой вид. Дальше в этот день мы решили не идти. Так как день близится к концу. А еще нужно возвращаться. Мы распалили костер. Сейчас будем жарить шпикачки. Так приятно посидеть возле костра. Если шум воды накладывается на звук, то здесь уже надо принять как есть. Микрофона у меня, к сожалению, нет. Но в этом видео, мне кажется, главное это вид. А вид здесь просто замечательный. Как в фильме «Москва слезам не велит». А запах-то, запах. Вот так заканчивается наша прогулка такой красивой тропой. До новых встреч!